Всем привет! Сериал Игра Престолов завершился, но, к сожалению, так и не ответил на огромное количество вопросов, мучающих фанатское сообщество. Как, например, какая же все-таки была цель у Ночного Короля? Что такое Владыка Света? Что там насчет Безликих? Я уже не говорю об Азорахае. Как остались дела в заливе работорговцев и так далее. Что же, в этом видео мы не только поговорим об этих и многих других вопросах, но и постараемся найти на них ответы, опираясь на информацию от Мартина и самих участников шоу, ну и определить главные ключевые различия данных аспектов в сериале и книгах. Так что обязательно досмотрите до конца. Кейс Плейс – это конструктор чехлов, где каждый может сделать чехол под свой вкус, для себя или в качестве подарка родными, друзьям. Тем более, что на сайте можно сконструировать чехол с фото, именной чехол, либо же с вашим кумиром, любимым фильмом и так далее. На 100% уникальный чехол – это подарок, который не оставит равнодушным, а создать его совсем просто. Дизайнер вы так себе – тоже не беда, ведь вы можете выбрать из огромного количества готовых чехлов, которые доставят куда угодно. Ну а для моих зрителей имеется промокод MOVIE2 на 200 рублей скидки, ссылка в описании. Ну что же, а начать по моему глубокому убеждению мы с вами просто обязаны сейчас сын их и короля ночи. То, что эти сюжетные ветки довольно существенно разнятся в книгах и сериале – это факт. Так как на экране нам с вами довольно четко дали понять, что белые ходоки и король ночи – это не что иное, как оружие, созданное детьми леса в войне против первых людей. Тогда как в книгах белые ходоки – это загадочные создания, пришедшие однажды в мир неизвестно откуда и зачем. Ну а ночной король – таки вовсе далеко не главный из них, но скорее обращенный на темную сторону бывший лорд-командующий Ворон. Но вот в чем же штука? Тогда как происхождение белых ходоков для нас еще хоть как-то раскрыли в сериале, то вот об их цели и цели самого короля ночи мы так ничего и не узнали даже после финала. То есть единственное, на что нам намекнули, так и это, что главный иной жаждет мести за то, каким он стал и от чего-то мстить он хотел именно Брану. Но почему ему и какая связь все-таки была между младшим Старком и ночным королем, эти вопросы так, к сожалению, и остались без ответа. Единственное, что мы можем сказать по совокупности ответов сценаристов сериала самого Мартина и актеров, так это, что иные достаточно развитые существа, даже со своим языком, если говорить о книгах, и своими целями, если опять вернуться к сериалу, то цели эти – стереть все живое с лица земли, уничтожить память человечества и ее олицетворение Брана. При этом в финале нам хотели преподнести мотивы ночного короля как месть, но даже при таком раскладе все равно без ответа остаются многие вопросы, от чего иные приходили в первый раз много тысяч лет назад, как удалось их тогда победить, и почему столько времени о белых ходоках не было слышно ровным счетом ничего. К сожалению, данные загадки таки остались загадками в Игре Престолов, так что все дружно ждем приквела Долгой Ночи и оставшейся книги. Ладно, хватит с этим, пошли дальше. А следующий вопрос у нас – это остались ли еще за стеной, куда в результате ушел Джон с одичалами разнообразные фантастические твари, типа детей леса, великанов и прочего. Ну что сказать, ледяных пауков, как в книгах, нам в сериале в принципе не показывали, так что их уж точно нет на севере, если же говорить о детях леса и великанах, то сериал нам не ответил на этот вопрос четко. Так что здесь мы можем опираться только на комментарии представителей команды Игры Престолов, которые еще после шестого сезона заявили, что в пещере Трехглазого Ворона погибли последние дети леса, а Вун-Вун был последним из великанов, если не считать, конечно же, зомби-гигантов из войска Короля Ночи. Так что все эти магические создания ушли из мира навсегда, хотя пока что есть все шансы, что на страницах книг мы все еще можем их встретить. А вот следом у нас еще один крайне важный и тоже к превеликому сожалению неразрешенный вопрос. Вопрос касательно роли обещанного принца или принцессы Азора Хая, роли которой была просто на корню забыта в сериале. Ведь смотрите, с самых первых сезонов и на протяжении чуть ли не всех книг Мартина, зритель или читатель узнает о легенде об обещанном спасителе мира живых, которая находит свое отражение во многих мифологиях и религиях. И вот вплоть до самого последнего сезона сериала все мы думали, гадали, кто же станет этим обещанным принцем и какова будет его роль. А что получилось? А вот абсолютно ничего. В последнем сезоне линия Азора Хая была просто наглейшим образом забыта и отброшена на задворки. Так что же, все эти легенды это просто блеф? Отвечу так, что касается книг, почти уверен, что нет. Там у старины Мартина имеются абсолютно все возможности, чтобы завершить начатые сюжетные ветки, да и как-то не верится, что линия, начатая на самом старте, оборвется без следа. Если же говорить о сериале, то выходит, что Азора Хая или же последний герой не что иное, как обычная легенда, и единственный, кому можно приписать этакий титул, это, как ни странно, Ария, вот на нее-то уж точно никто бы не подумал. Ведь именно Ария спасла весь мир живых, тогда как и Дейенерис, и тем более Джоан были заняты не пойми чем и уж точно никого и ничего бы не спасли. Но в то же время Карри абсолютно никак не подвяжешь все остальные части пророчества, отчего и напрашивается вывод, что линия с Азора Хаем, как многие другие, просто была вычеркнута из финального сезона, и надежда на нее осталась лишь в книгах. Как к сожалению и в следующем вопросе, а именно, что же такое владыка света, это раз. И второе, почему только его силы нам прям показали совершенно отчетливо, тогда как о других только лишь намекнули. Ведь смотрите, в мире льда и огня есть много верований и богов, старые боги, семеро, утонувший бог, многоликий бог и так далее. Но только владыка света абсолютно отчетливо доказал свою состоятельность, как минимум воскрешая людей из мертвых. Кстати, очень похоже, пусть и не один в один, но на то, как действовал король ночи. Так кто же такой этот рглор и в чем была его роль? В сериале на этот вопрос нам таки не ответили, а вот что касается книг, то в них Мартин еще ранее говорил, что его боги не какие-то конкретные персонажи, а более неосязаемые сущности. Так что, как я понимаю, четкого ответа на вопрос, кто же такой владыка света, мы с вами не получим и в книжной серии. И уж точно там не ждет, как многие надеялись, чуть ли не персональная схватка двух персонажей, великого и нового и владыки света. Скорее, эти два божества продолжат свой бой посредством людей, или не всегда людей, но в общем, как бы передвигая шахматные фигуры. Если же опять вернуться к сериалу, то в нем рглора, так как и многие другие сюжетные линии, просто аккуратно забыли в финале, оставив нам с вами лишь догадываться обо всем остальном. Собственно, так же произошло и с Безликими. Я уже говорил, что получается так, будто единственной их ролью было натренировать Арию до такого уровня, чтобы она смогла разобраться с самим Королем Ночи. Но как тогда объяснить их способности сбрасывать и менять лица? Существует ли на самом деле многоликий бог? И действительно ли Безлики так могущественны, как некие серые кардиналы вмешиваются в жизни только Эсоса, но и Вестероса? И каковы, в конце концов, их цели? Увы, сериал молчит, как партизан на допросе. В книге же мы можем четко сказать, что Безлики далеко не шарлатаны. Их умение-то вряд ли магия, но скорее некая сила, которая наделяет их многоликий бог. Таким образом, лишний раз подтверждается его существование. Что же касается цели обитателей Черно-Белого дома, то они состоят как минимум в недопущении повторения истории с доминированием Валерийской империи, так же как чуждо им должно быть и рабовладельчество, или драконы как таковые. Так что говоря о каноничной истории, Безлики должны быть скорее врагами, чем союзниками Дейенерис. А впрочем, правды мы не узнаем, пока Марти не выпустит хотя бы одну из пары оставшихся княженцы. Да, ну и конечно же, бедолага Дарьяна Харрис, возвращение которого так ждали миллионы зрителей, особенно зрительниц. К сожалению, так он и не появился на экранах. А между тем, командир младших сыновей, если вы помните, в шестом сезоне остался поддерживать порядок не только в Мейерине, но и в других городах залива работорговцев, теперь именуемого Драконим заливом. Но что там происходило все это время, пока Бурерожденная вместе со своим войском пыталась отвоевать себе семь королевств? Увы и ах, ответов на этот вопрос зрители так и не получили. Единственное, что нам показали, так это, что Безупречный возвращается за Узкое море на остров Над, но как они теперь будут жить, и собирается ли Серый Черевь хоть каким-то образом участвовать в судьбе некогда освобожденных городов, непонятно. Как и непонятно, планируют ли нанести удар Гарпии или Великие Господа, пользуясь отсутствием Драконий Королевы. Боюсь, что после вестей о смерти ее и ее драконов, Дарио вряд ли надолго удастся удержать контроль над заливом, но это, как говорится, уже совсем другая история. Кстати, также совершенно непонятно осталось в последних сезонах и судьба Адорна. Как нам дали понять, Илариа Сэн с ее змейками отправилась в мир иной, и вот уже только в последней серии зрителям представили некого безымянного Дарнистского принца. Кто он и как занял трон, еще одна тайна. Но что можно сказать абсолютно точно, так это что этот парень тряпка. Ведь если даже Север сумел добиться своей независимости, то уж Дорн, самое мятежное и непокоренное королевство, к тому же и не разоренное войнами, как остальной Вестерос, запросто могло бы претендовать на независимость. Но от чего-то принц Мямля даже и не подумал об этом. Короче, Дорн как раньше не блистал в сериале, так и дальше продолжает разочаровать. Чего не скажешь о книгах, где именно в Дорне сейчас разыгрывается, наверное, одна из самых интересных партий. Что же осталось лишь дождаться ее продолжения. Ну и последнее, конечно же, вопрос без ответа, это каким же правителем станет Бран? Почему он, отрекавшись от любых титулов, в результате вдруг заявил, что всегда шел к Короне Семи или теперь Шести Королевств? Не манипулировал ли Бран всеми событиями и персонажами в своих целях? И не привел ли во многом именно он состояние вещей к тому, что в итоге получилось? Знаете, на эту тему у меня есть прям отдельное видео, кому интересно, ссылка в описании. А если коротко, то я считаю, что Бран как раз и оказался таким себе серым кардиналом и манипулятором. Если не точь-в-точь, то как минимум примерно предвидя будущее и приведя все к такому исходу. Да и трехглазый ворон, по идее, должен жить не 10 и даже не 100 лет, так что лорды Вестероса еще не знают, кого они выбрали, и что получить власть даже детям их детей не светит от слова совсем. Единственным незавершенным вопросом остается, для чего все это нужно было Брану и как он будет теперь править, но тут уже, как говорится, пишите комментарии или ждите книг. В целом же на сегодня это все, что я хотел сказать. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока!